С чего все началось? С 2017 года президент Дональд Трамп говорил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Тогда сторонники Трампа назвали его решение отказаться от мирового пакта об изменении климата, освежающей позицией для США. Они уверяли, что эта идея спасет рабочие места и облегчит промышленность. Мировые лидеры и ученые со всего мира в ярости пытались обратить внимание Вашингтона на рабочие места, которые могут быть созданы с помощью зеленых технологий. Однако проблема в том, что Китай, у которого с США довольно напряженные отношения, давно обогнал Штаты в переходе на возобновляемые источники энергии. Пятая часть электроэнергии в Китае приходится как раз на них. В США лишь около 13% электроэнергии добывается из возобновляемых источников энергии. Проигрывать в этой «гонке» Трамп, очевидно, не собирался и принял решение покинуть пакт. В телевизионных интервью на следующее утро после объявления Трампа о готовности выйти из Парижского соглашения вице-президент Майк Пенс и Киллиан Конвей, старший помощник Белого дома, защищали решение президента как подтверждение суверенитета Америки. По словам Пенса, парижская сделка «ложится огромным бременем на американскую экономику», в то же время позволяя некоторым странам мира, таким как Китай и Индия, 10 или более лет оставаться без какой-либо ответственности за сокращение выбросов CO2. Он заявил, что соглашение по климату обойдется налогоплательщикам в миллиарды долларов. Конвей сделал аналогичные замечания в интервью Fox News, сославшись на «справедливость по отношению к американским рабочим и компаниям». Причины выхода из сделки объявляя о своем решении, Трамп сказал, что он избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа. Отказавшись от мировых усилий по замедлению темпов потепления планеты, Трамп выполнил, к сожалению, одно из главных обещаний своей компании. В 2017 году Белый дом заявил, что будет следовать длительному процессу выхода, утвержденному сделкой. Это означает, что США останутся в соглашении, по крайней мере формально, еще на три с половиной года, гарантируя, что проблема останется актуальной на следующих президентских выборах. Однако Трамп заявил, подчеркивая каждое слово, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты полностью прекратят выполнение необязательного Парижского соглашения. В ноябре 2019 года начались активные действия по расторжению пакта между странами ООН и Вашингтоном. Дело в том, что условия сделки гласят, ни одна страна не может выйти из нее в течение первых трех лет. И на этой неделе все подтвердилось официально. Представитель Белого дома Джадир сказал, что соглашение «сковывает экономику» и ничего не сделало для сокращения выбросов парниковых газов. США официально выходят из Парижского соглашения. Реакции американцев, глобальные цели не могут быть достигнуты, если все не сделают свое дело, и США не будут играть в эту игру, сказал профессор наук об окружающей среде Аппалачского государственного университета Грего Гомарланд, который участвует в глобальных усилиях по отслеживанию выбросов углекислого газа. Мы второй по величине игрок. Что будет с игрой, если мы возьмем мяч и пойдем домой? Кто-то другой, вероятно, Китай, возьмет на себя лидерство в глобальной борьбе, отвечает экономист Массачусетского технологического института Джейк Джейкаби, соучредитель совместной программы MIT по науке и политике глобальных изменений. Штраф за выход штатов из соглашения не в экономических потерях. Наказание – это общенациональный позор и дискредитация руководства США, заключает Джейкаби. Как работает Парижское соглашение по климату? В Парижском соглашении почти 200 стран установили свои собственные национальные цели по сокращению или контролю загрязнения улавливающими тепло газами. Он был заключен в 2015 году, США и Китай активно настаивали на нем, и он вступил в силу 4 ноября 2016 года. Парижское соглашение устанавливает глобальные рамки для предотвращения опасного изменения климата, ограничивая глобальное потепление уровнем значительно ниже 2 градусов Цельсия и прилагая усилия по его ограничению до 1,5 градусов Цельсия.